Легкий и быстрый заем под относительно небольшие проценты. Такие услуги как раз таки предоставляют ломбарды. Сегодня их деятельность регулируется сразу несколькими законами, однако проверки, проведенные ГКНБ в конце прошлого года, показали, что не все ломбарды те самые законы исполняют. С момента проверок была приостановлена деятельность сразу 40 ломбардов, а затем еще 96. Причин несколько – низкий уставный капитал и высокие процентные ставки по займам. По высоким ставкам тоже имеет место. На сегодняшний день, в 2023 году со стороны финансового были тоже проведены работы по внесению изменений в закон, закон о деятельности ломбардов, закон о расставщицейской деятельности и гражданский кодекс. Сейчас находится в Джоорг-Книше на втором чтении. В течение 90 дней ломбардным организациям дается право предоставить соответствующие документы финнадзор для того, чтобы обратно возобновили действия лицензии. После истечения данного срока со стороны финнадзора будет проводиться дальше работа по тем организациям, которые привели уставные капиталы в соответствии с требованиями, увеличили. А по тем, которые не увеличили уставные капиталы, будет работа по аннулированию действий лицензии. Тот самый уставный капитал, который с 2023 года установлен в размере порядка 2 миллионов сомов, необходим для того, чтобы в случае банкротства организация смогла погасить все возможные задолженности. В этом году уставный капитал для мелких финансовых организаций будет повышен до 3 миллионов сомов, сообщили в Госфинадзоре. Уставной капитал устанавливается для того, чтобы обеспечить платежеспособность в случае банкротства со стороны ломбардных организаций, в случае задолженности перед кредиторами или возместить полученный займ для этих целей, для того, чтобы также оплачивать налоги, платежи. Для этого и формируется установной капитал. Отметим, что в конце декабря с представителями небанковских организаций, куда входит и деятельность ломбардов, была проведена разъяснительная встреча о повышении уставного капитала и о работе по процентам на займы. Если с финансовой точки зрения смотреть, то это для нас невыгодно получается, потому что есть операционные расходы, есть заработная плата, есть арендная плата, есть налоговые платежи и так далее. Я думаю, многие ломбарды по этим процентным ставкам в скором времени закроются. 32% годовых. Данный закон о расставщической деятельности почти не каждый читает, потому что там четко написано, если расставщические проценты имеются, то их надо в судебном порядке решать. А как известно, в гражданском кодексе есть такое понятие «свобода договора». То есть каждый может заключать по своему усмотрению договора, но не исходя из рыночных процентных ставок. Сегодня в Кыргызстане функционирует порядка 430 ломбардов, больше половины из них в столице Ичуйской области. Установленная норма процентной ставки не должна превышать 30% в зависимости от залога. В соответствии с законодательством краткосрочные займы предоставляются под движимое имущество, предназначенное для личного потребления совершеннолетним гражданам. Ломбардам запрещено распоряжаться залоговым имуществом. Также они обязаны иметь лицензию. Госфинадзор продолжит проверку деятельности ломбардов. Те же ломбарды, которые временно прекратили работу, их лицензии приостановлены на срок до 90 дней.